Здравствуйте! Неделя началась лихо со снятия иммунитета с двух депутатов Петро Жордана и Дениса Уланова. Оба проходят по делу о краже миллиарда. Снятие иммунитета – процедура малоприятная, как любая публичная порка, но не приговор. Прокуроры дальше разберутся вместе с судом. Возможно. Требовать снятие иммунитета в парламент пришел генеральный прокурор Александр Стояноглов. В зале витал вопрос – почему именно сегодня? Ну да, ответы на некоторые вопросы мы рано или поздно получим, на все не получим никогда. Я Елена Левицкая-Пахомова. Начинаем. Четверг – премьерский день. Мы ждали, гадали, но точно не мечтали узнать, кто станет новым премьером Молдовы. Сказывается усталость от битвы амбиций. В конце апреля вакцинация в Молдове станет массовой. Так нам обещают. Очень хочется верить. Права и бесправие при пандемии. Беседа с юристами. Количество обращений в Европейский суд по правам человека от граждан Молдовы явно возрастет. Хорошая новость. Опять про вакцины. Массовая вакцинация от коронавируса может начаться уже в апреле. Тогда в Молдову могут опять же поступить 320 тысяч доз. Это сообщило Национальное агентство общественного здоровья. Тендер на закупку вакцины правительство объявило на прошлой неделе. Заявки будут приниматься до 31 марта. Компания-победитель в течение месяца доставит в Молдову 80% доз закупленных вакцин. В условия заложена цена до 175 лев за дозу. Ну хорошая же новость, согласитесь. О других событиях в стране наш обзор. Интригой недели было заседание парламента в четверг. На нем должна была быть представлена кандидатура Игоря Гроссу на пост премьер-министра. Но она не прошла. В зале заседания парламента не оказалось достаточного числа желающих отдать свой голос за такого кандидата. Фракция ПСРМ покинула здание парламента, так что банально не было кворума. Парламентское большинство, состоящее из депутатов от партии социалистов и парламентская группа Пентру Молдова готовы поддержать кандидата на пост премьер-министра, если это будет Владимир Головатюк. На данный момент он является послом Молдовы в Москве. Гроссу уже второй кандидат в премьеры от Майи Санту, снискавший нулевую поддержку в законодательном органе страны. Владимир Головатюк был гостем специального выпуска на этой неделе. Он негативно оценивает предложение о введении локдауна для Молдовы. Его озвучил в качестве программы действий своего кабмена Игорь Гроссу. По мнению посла, стране необходимо полноценное функциональное правительство для покрытия дефицита бюджета за счет внешних источников. В условиях пандемии его полномочия должны быть расширены. Сейчас нужно даже не просто правительство полномочное, утвержденное парламентом. Сейчас нужно правительство с чрезвычайными полномочиями. Необходимо решать вопросы. Ситуация критическая. Инструменты должны быть экстраординарные. Вопрос тогда. Вам предложили занять пост, стать кандидатом в премьер-министры. В голове сразу же прокрутилось, кто войдет в состав этого кабмина. Есть ли достаточное количество людей, какой они политической ориентации, извините на этот вопрос, необходимы. И можем ли мы увидеть в вашем кабмине людей, знакомых или уже побывавших в правительстве? Я скажу, мы их видели в составе прежних правительств. Я не имею в виду правительства сети АИ 1, 2, 3, 5, сколько их там было. Хотя порой там были достойные люди. Молдова получит 24 миллиона 800 тысяч евро от Международной ассоциации развития, входящей в группу Всемирного банка. В Министерстве финансов нашей страны отметили, что новый кредит предоставлен по программе срочного реагирования на распространение коронавируса. Деньги пойдут на закупку вакцин и организацию вакцинации. Проект соглашения с Международной ассоциацией развития одобрили представители профильных ведомств, Министерство иностранных дел и администрации президента. Предполагаемое время реализации проекта до 30 апреля 2023 года. Немецкая лаборатория подтвердила наличие британского штамма коронавируса в Молдове. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Из 23 отправленных образцов анализов в 11 подтвердили наличие британского штамма. Из них 7 образцов анализов принадлежат пациентам с подозрением на ковид-19, вернувшихся из Великобритании, 2 образца больным, приехавшим из Украины, а еще 2 пациентам с тяжелыми формами ковид-19, которые находятся в отделениях интенсивной терапии, уточнили в Минздраве. Для этого штамма действует тот же алгоритм выявления и лечения, что и при других. Британский вариант коронавируса быстрее распространяется, но не влияет на тяжесть заболевания. События в нашей стране дают постоянную возможность и поводы приглашать в студию юристов. У меня сегодня сразу два гостя. Люди достойные, интересные, с таким богатым бэкграундом и прекрасными навыками оценки того, что происходит сейчас. Поэтому интересно действительно их мнение по поводу событий прошлой недели, нынешней недели и того, что будет. В принципе, у нас две темы будут для обсуждения с господином Дмитрием Пулбери. Это бывшим председателем Конституционного суда. Здравствуйте. Добрый день. И Станиславом Павловским, бывшим судьей Европейского суда по правам человека, юристом. Оба два юриста. Но для начала две темы мы с вами заявляли. Это права и обязанности граждан Республики Молдова в условиях пандемии, но и не только, и других тоже. Я думаю, что иностранных граждан тоже. И вторая тема, которая не может нас обойти стороной, это решение Конституционного суда на этой неделе. Достаточно долгое, длинное, пространное, для кого-то ожиданное, для кого-то неожиданное. Давайте по традиции, господин Пулбери, начнем с вас. Решение Конституционного суда о том, что указ президента Майя Сандо на значении Игоря Гросса кандидатом в премьер-министре является конституционным для вас неожиданность или ожидаемое решение? Я все время на это пытаюсь на какую-то эмпатию, а вы все время сейчас скажете, вот у меня тут лежит Конституция, мы это помним. Да. Я с большим уважением отношусь к судьям Конституционного суда. Они толковые, знающие свое дело, знающие Конституционное право люди. И к всему аппарату Конституционного суда. Но когда я читал это решение, я вспомнил известный советский фильм «Джентльмены удачи». Помните, там есть, когда и герои играют в шахматы, и один подсказывает другому «Ходи конем». А наши лингвисты перевели мяч Куяпа. Вот примерно такое же ощущение у меня осталось, прочитав это решение. И еще одну поговорку тоже, я не знаю, российская или еще какая-то. Начали за здравие, а закончили за упокой. В материровочной части, когда читаешь это решение, сюда вроде все нормально, складывается все, они пытались разложить все по полочкам. И у них это получилось. А результативная часть, говорят, что этот указ консионный. Ну, тут я с ними могу поспорить, несмотря на то уважение, которое я высказывал, и имею по отношению к судям. Знаете, есть определенный порядок, есть определенная логика, особенно в юриспруденции она должна присутствовать. Когда мы говорим, что Конституция обязывает президента провести консультации, что предразумевается консультацией, когда у президента имеется некий кандидат, и она этот кандидат обсуждает со всеми фракциями, которые приславливаются в парламенте. Насколько я понял из медиа, она консультации провела. Мы были свидетелем, показывали. Но это же было до того, как появилось имя. Но вот имя этого кандидата на консультации с этими представителями парламентской фракции не обсуждалось. Более того, у формализованного большинства был определенный кандидат. Но мы не будем сейчас говорить, почему она сняла себе кандидатуру. Да, в какой момент это было. Это их проблема. Тема скользкая страна. Но президенту вдруг стало известно, что кандидат от большинства снимает кандидатуру. Президент что должен делать? Приглашает представителей этого большинства. И предлагает им, ребята, давайте другого кандидата, если нет. Если у вас есть, давайте обсудим. Если нет, то у меня есть свой кандидат. Вот логика так подсказывает, что должно так поступать. Обсуждает с фракциями и представителями фракций, которые представлены в парламенте. Они разошлись, и вдруг появляются указы. Логики здесь я не вижу. Второй момент. Я думаю, что Конституционный суд это должен был обсуждать. Она вроде в мотивировочной части попыталась сделать. Но в результате представляет, что вот этот указ Конституционный. Но, несмотря на все это, я не вижу ничего страшного в том, что вынес Конституционный суд. По крайней мере, он оставил еще один шанс политическим партиям и президенту для того, чтобы вдруг не получится с Гроссу, не проголосует за него, не выражет ему доверие. Чтобы президент начал опять заново консультацию с этими политическими партиями, чтобы выдвигать своего кандидата. Насколько мне известно, у этого большинства сформировано, уже большинство опять заново объявили. И у них есть свой кандидат. Надеемся, что президент поступит так, как прописано в решении Конституционного суда. По поводу 23 марта я бы тоже хотел уточнить. Мы с вами говорили в прошлый раз, когда не так давно встречались в этой студии, вы говорили о том, что вот те самые пресловутые срок истечения неполномочий парламента должен считаться с момента конституционного решения предложения Майя Санду. Но в связи с тем, что у нас конституционное решение принято только недавно, может быть, отсюда пошло исчисление этих трех месяцев, а не предыдущие? Что-то с арифметикой плоховато. Идя на встречу с вами на сегодняшней передаче, я еще раз просмотрел решение Венецианской комиссии 21 июня 2019 года. Помните тогда, если вернуться немного в историю, когда предыдущий состав Конституционного суда, начиная с 7 июня по 9, там вынесли несколько решений, и президента сняли, и парламент распустили, и правительство, и так далее. Так вот, в этом решении Венецианской комиссии говорится как раз о тех сроках, о которых мы говорили в прошлый раз. И вынуждена сегодня тоже повторять ту же тему, потому что Венецианская комиссия именно ссылается на наше молдавское законодательство по срокам. И там мы все понимаем, что срок, если все субъекты права, в данном случае субъекты имеются в виду президент и парламент, поступают в соответствии с законом и с Конституцией. Если на каком-то этапе прерывается законность или конституционность действий одного из субъектов, то течение срока приостанавливается. И эта приостановка идет, сохраняется до того момента, пока опять восстанавливается как бы конституционный путь или законный путь этих субъектов. Поэтому я тоже читал и вчера и сегодня, разного рода аналитики говорят, что в 25-м все, если в четверг не проголосует, значит роспуск. Я еще раз говорю, как и в прошлый раз, да ничего подобного не будет. Потому что президент должна идти в Конституционный суд с ходатайством проверить, есть ли основания для роспуска парламента. И наверняка Конституционный суд будет все считать как положено и будет иметь в виду действия этих субъектов. Я имею в виду президента и парламента. Где, что, как, кто поступал в Конституционный или не Конституционный. Ну вот вы как были романтиком, так и остаетесь. В этом ваше прелесть. Господин Павловский, вот для вас вы ожидали такого решения Конституционного суда, либо все-таки ваш опыт подсказывает, что могло быть и иначе. Ну, я должен сказать, что господин Фоберин находится в более выгодном положении комментировать такого рода вопросы, поскольку у него опыт работы в Конституционном суде, да, он находится в лучшем положении. Ну, как известно, у двух юристов три мнения, да. У меня тоже, соответственно, есть и мое мнение, основанное на моем предварительном опыте, предыдущем опыте работы. Вот, я считаю, для меня это решение не было неожиданным. Более того, оно было логичным, на мой взгляд. Почему? Просто, очень просто. В предыдущем своем решении Конституционный суд определил, что значит абсолютное формализированное большинство. Вот он назвал три элемента этого абсолютного формализированного большинства. Это наличие 51, больше, чем 51 депутат. Второе, это наличие кандидата, который изъявил бы желание участвовать в этом упражнении, в должности кандидата на должность премьер-министра. И третье, это официальная нотификация президента о этом большинстве и кандидате. Изначально эти все три элемента существовали. Действительно, было большинство, 51 голос, даже больше, был кандидат, и президенту сообщили об этом решении. Но на последнюю дату, когда было проводить последние консультации, этот кандидат выпал. Он добровольно снял себя с этой гонки за постпремьер-министра. В какой форме это было сделано, не имеет значения, на мой взгляд. Имеет значение, это волеизъявление было реальным или нереальным. Но сейчас сомнений нет, что это было реальное волеизъявление. Господа Дуристиана могла я по телефону позвонить, сказать, ребята, извините, я снимаю свою кандидатуру, не хочу я в этих ваших делах участвовать. То есть, форма не имеет значения. Важно, волеизъявления было либо не было. То есть, на тот момент этого волеизъявления уже не было. Что касается создания в дальнейшем нового альянса, нового большинства, формализированного абсолютного большинства, то это было сделано уже после издания президентом указа. А консультационный суд, и господин Путбери, наверное, подтвердит мои слова, консультационный суд рассматривает консультационность актов на момент их изъя издания, не на последующий момент суд не должен принимать во внимание то, что произошло после издания акта. А на момент издания указа, как я уже говорил, вот этот кандидат старый, так называемый, свой кандидат уже снял, новый еще не вступил в игру, и нового большинства вокруг нового кандидата еще не было создано, нотификация президента не была произведена. То есть в этих условиях, консультационный суд, если он работает действительно на основании собственного правового поля, как его там назвать, он просто не имеет другого выхода, потому что если бы он ушел и сказал бы этот указ неконсультационный, он должен был бы дать мотивы для этого. А мотивы, ну как, он должен был нарушить свои собственные критерии, которые он поставил в базу вот этого понятия формализированного абсолютного большинства. Вот, поэтому я думаю, что суд здесь правильное решение принял. Более того, я здесь опять же соглашусь с господином Пулбери. Да только что вы не соглашались с ним. Нет, 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 соглашусь, в этой части я соглашусь. Вы согласитесь в результативной части? Я соглашусь с тем, что сказал господин Пулбери в отношении еще одного шанса. Но я бы хотел немножко эту мысль развить чуть-чуть и сказать, что консультационный суд в своем решении, он определил роль президента. В чем заключается роль президента? Консультационный суд указал, что президент не может навязывать большинству своего кандидата. И президент должен назначить кандидата даже в том случае, если это его противник. И даже если он не является представителем той фракции, которая является предпочтительной для президента. То есть президент обязан это сделать вопреки своему личному предпочтению. И в этой ситуации консультационный суд сказал, что то, что сложилось у нас, это не окончательно еще. Потому что если сложится ситуация, когда правительство господина Гросса не будет проголосовано, президент не уречет за собой автоматический распуск парламента. Президент должен опять же провести консультации с парламентскими фракциями до обращения в консультационный суд за получением, назовем его, согласием на распуск. Константация обстоятельств, которые влекут за собой распуск парламента. Скажем так, согласие, более понятно для людей, согласие консультационного суда на распуск парламента. То есть до получения этого согласия президент должен опять провести консультацию. И вот здесь консультационный суд опять же разъясняет, что в рамках этих консультаций по распуску парламента формализированное большинство может опять же предложить президенту своего кандидата. И президент по большому счету должен этого кандидата предназначить, смотри выше, маркировку. То есть из тех же самых соображений, что есть 51 человек, есть кандидат, нотифицирован официально, три элемента соблюдены, президенту некуда деваться. Если же президент не сделает этого, то консультационный суд просто не подтвердит наличие обстоятельств влекущейся собору с парламента. И мы опять возвращаемся на начальный этап этих действий. Что касается сроков, я опять же здесь согласен с господином, что сроки прерываются. И не только незаконностью акта, но и на то время, когда консультационность рассматривалась в суде. Потому что суд взял на себя тоже определенное время, рассматривая консультационность указов и признавая некоторые из них неконсультационными. Суд таким образом как бы своими же действиями прервал истечение этого срока, на мой взгляд. Конечно же в итоге, если этот вопрос возникнет, это опять будет обязанностью консультационного суда высказаться, объяснить. У нас все, знаете, последние решения консультационного суда, они напоминают собой комментарии к конвенции, комментарии к конституции. Вот здесь конституция, есть комментарии. Для тех, кто в свое время конституционное право недостаточно хорошо изучал в университетах, так вот теперь суд разъясняет уже на пальцах, вот один, два, три, дважды два, это четыре, а не пять. По шагам, по шагам. Да, да, как комментарии, это чисто идет комментарии к конституции. Я думаю, что это была полезная школа и для самого президента, полезные лекции и для самого президента, и для тех, кто авторами обращения в конституционный суд, и кто писал, составлял эти документы. Да, и, как вы говорите, и для тех, кто консультирует госпожу президента. Я рад, очень рад, искренне очень рад, что госпожа президент вернулась в конституционное поле, потому что она явно вышла за пределы своих полномочий, явно вышла. Это для каждого юриста, понимающего что-то вправе, было ясно, что несоблюдение положения решения конституционного суда влечет за собой ответственность и политическую, и даже уголовную. И, кстати, в своем последнем решении конституционный суд сказал, что правовая сила решения конституционного суда равна правовой силе самой конституции. То есть они приравняли важность своих решений по уровню к важности соблюдения конституции. То есть несоблюдение решения эквивалентно несоблюдению конституции. А это не перебор? Это трудно сказать. Я думаю, что мы не можем говорить, что это перебор, либо не перебор, до тех пор, пока сам суд этого нам не скажет. А вы, слушайте, ну, знаете, это как семейных отношений. Здесь мы не можем. Это единственный орган конституционной юрисдикции. И мы не можем. В этом случае мы должны только согласиться. И при чем, при том, господин Пулбер знает лучше меня, как там в суде проверяется каждый вопрос. Там есть специальный аппарат, который работает не только судьи, которые все знающие, не только так. Там есть аппарат, который изучает все эти вопросы очень детально, очень глубоко. Ну, аппарат – это не механизм, это на самом деле система, это люди. Это люди. Это юристы, это ассистенты, это консультанты, которые работают, изучают эти вопросы, изучают практику других стран, изучают практику международных организаций, изучают те рекомендации, которые давались в Венецианской комиссии в Молдове. И там масса другой работы проводятся. Изучают даже практику судебных инстанций общей юрисдикции. И даже это изучают и перенимают некоторые элементы и оттуда. То есть решения конституционного суда, они не появляются вот так, вот с воздуха упали. Это все имеет очень глубокую правовую аргументацию. Ну, иногда очень сильно удивляют людей. С вашего разрешения тут хочу дополнить то, что говорил коллега, господин Павловский. Кстати, мы вместе учились. Да, я поняла, в Харьковском. В Харьковском, да. Господин Пугли, рад, чтобы я закончил. Да, так я поняла, вы возраст подчеркнули, да? Нет, нет, опыт, я говорю о опыте. Опыт, все хорошо. Значит, я говорил в начале наших дискуссий. Слушайте, а это вообще удивительно, да? То есть, получается, Харьков нам подарил юристов высшего ранга. А есть еще, кстати, вот в вашей... Есть, есть, есть. Кстати, неплохие юристы тоже. Я бы даже дозвол хорошего. Да. К тому, что мы начали наш разговор, ссылаясь на решение Венецианской комиссии 21 июня прошлого года, да и предыдущие решения Венецианской комиссии, касающиеся Республики Молдова, где сказано, что распуск парламента – это не сама цель. Ни для президента, ни для самого парламента и так далее. Распуск, я имею в виду... Это вы по Венецианской комиссии цитируете, да? Да. Сама цель – это создание или утверждение правительства для того, чтобы страна могла начать работать с полноценным правительством. В очередной раз, подчеркиваю, вы романтик. А теперь давайте мы от вот этой битвы амбиций... Ну, мне так кажется, что вот все, что сейчас происходит у нас... Упрямство даже я бы назвал. Что это? Упрямство. Ну, упрямство... Я бы назвал это упрямством даже. Я бы назвал по-другому, но это не дипломатически. Я бы тоже могу назвать по-другому. Так и я могла бы, но мы приличные люди. Да, давайте остановимся. Ну, значит, давайте остановимся на этом. Давайте все-таки вернемся к теме, которую мы изначально хотели с вами обсудить. Но вот нам Конституционный суд подбрасывает дровишки в огонь постоянно. Все-таки соблюдение... Вообще, что есть права человека сейчас на протяжении последнего года в ситуации, с которой, ну, наверное, страна никогда не сталкивалась? Вот кто-то... Ну, вот у вас есть сравнение нынешней ситуации с чем бы то ни было, с чем мы сталкивались раньше? Знаете, я даю предпочтение коллегии, потому что он начнет... В любом случае мы должны, отвечая на ваш вопрос, привязывать Европейский конвенцию по правам человека с нашим законодателем, с нашей Конституцией. Поэтому приоритет имеет господин Павловский. Я вас благодарю. Я думаю, что права, они отражены не только в Конвенции, они отражены и в Конституции. И некоторые из них даже в некоторой степени совпадают. По крайней мере, идея за этими правами, которая стоит за формулированием этих прав, она почерпана в том числе и из международных принципов. Давайте я все-таки вернусь к вопросу. Вот первый вопрос. Помните ли вы нечто подобное ситуацию, абстрагируясь от юриспруденции вот на данный момент, которую вы видели, чтобы государство существовало в таких условиях чрезвычайного положения, получается, на протяжении практически года? Был он объявлен, не было объявлено? Нет, у нас в Молдове такого я не припомню, но в других странах было. В Турции, пожалуйста, несколько лет уже там объявлено было это чрезвычайное положение, они приостановили действия Европейской конвенции на своей территории. То есть в практике европейских стран такие вещи случаются. Важно здесь другое, я бы хотел сказать. В Турции обрадовалась, узнав, что она европейская страна, наконец-то хотя бы здесь. Ну, у нее часть территории явно находится, но часть европейского континента, да. Ну, ладно, оставим Турцию в покое. Я хочу сказать другое. Если вы обратили внимание, я думаю, что это обратил внимание каждый человек, в последние года в Молдове проблема прав человека, она полностью исчезла с повестки дня политических партий, общественных организаций. В части прав человека у нас тишь и гладь. Так это, если вы почитаете газеты, посмотрите телевидение, практически единственный тот, когда-то периодически вот такой вот возмущается на эту тему. В основном, в основном это тишь и гладь. Все, тихо и спокойно. Ну, я как человек, проходящий сейчас суды по защите чести и достоинствам, соответственно, и прав собственных, и людей, которых я представляю, я знаю, что это такое, да, и ситуация аховая. Ситуация аховая, но это часть вопроса. Вторая часть вопроса, что это аховая ситуация. В этой аховой ситуации люди оставлены наедине с собой. Абсолютно. Как сказал в свое время великий человек, да, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Так вот, это не должно так быть. Первое, первый субъект ответственного за соблюдение прав человека является государство, которое взяло на себя эти обязательства, подписав Европейскую конвенцию, подписав там полтора десятка дополнительных протоколов к этой Европейской конвенции. Выполняет ли наше государство свои обязанности? Я бы сказал, что нет. Или, скажем так, в значительной степени нет. Если вы посмотрите на практику европейского суда, который по праву человека, который является в открытом доступе echr.coeint, открываете, и там есть статистика, все эти фатологические материалы, отчеты годовые и тому подобное. То есть вы посмотрите, что у нас в Молдове были найдены констатированные нарушения практически всех основных прав подосмотрной конвенции. И это только то, что люди добиваются, да, отправляются, да, то, что отпускают руки и смиряются. Да, в очень право, в очень право, потому что из 100% дел поступающих, жалоб поступающих в Транспортский суд, практически 98% объявляются неприемлемыми изначально, изначально, потому что люди не обладают достаточными познаниями для правильного формулирования заявления. Но ведь у нас уже, кстати, есть адвокаты, которые на этом специализируются. Вот здесь есть один нюанс, здесь есть один нюанс. Сейчас Транспортский суд пошел по такому пути, что они даже некоторые заявления, ну не некоторые, а многие заявления вообще не доходят даже до стадии неприемлемости. Их просто возвращают заявителю, как несоответствующие формальным критериям. То есть человек получает обратно письмо, как его называют, письма счастья, когда Странспортский суд объявляет, что ваше заявление не может быть осмотрено, поскольку они соответствуют формальным критериям. И пожалуйста, исправьте вот такие-то, вот такие-то, вот такие-то недостатки. И потом, если вы уложитесь в 6-месячный срок предусмотренной конвенции, можете обратиться повторно. И, конечно, когда клиент получает такого рода письмо, он начинает предъявлять претензии тому адвокату, который не был в состоянии качественно составить заявление. Это влечет за собой определенные неприятности для этого адвоката, со стороны его клиентов. Поэтому очень многие адвокаты отказываются от этой идеи. Они просто не пишут в Транспортский суд. Они говорят клиенту, что твое дело не имеет, здесь никаких шансов, не тратят время, деньги и того, подбросить, плюнь, как, слюной. Вот таким, опять же, возвращаясь к классикам. Да, так вот, это причина, по которой число жалоб в Транспортский суд резко спало, снизилось. Резко снизилось. Я думаю, что наполовину. Но ведь шанс, если все-таки довести до ума документы, что они будут приняты, появляется. Да, я все время говорю, я лично говорю тем людям, которые ко мне обращаются, что если вы... Не пишете, вы теряете изначально. Если же вы пишете, вы можете потерять, но можете и выиграть. Но если же вы не обращаетесь, вы изначально теряете. Такая же ситуация существует и с марландскими национальными властями. Если ты обращаешься в Верховный суд, можешь проиграть, можешь выиграть. Но ты же обращаешься в надежде на то, что ты выиграешь. Может, судья, который потом будет пойман на взятке, через месяц твое дело не принять. Была такая ситуация. Это уже недостатки в пробирной палатке, которые у нас существуют. Они были, есть. И еще будут много-много лет существовать в нашей судебной системе. Но это уже как бы другая тема. Но что касается прав человека, мы имеем очень хорошую конвенцию, над которой работали лучшие умы Европы, которые сформулировали основные права и свободы. Они сформулированы. Впервые в мире был создан орган, в обязанности которого было это обязать, странно соблюдать. Не просто формально. Вот есть, допустим, Всемирная декларация прав человека. Но она не имеет механизма внедрения ее в жизнь, механизма обязывания стран по ее претворению в жизнь. А здесь вот и конвенция нормальная, хорошая, хорошо сформулированная, и механизм по внедрению в жизнь этой конвенции. Все это существует. Но все-таки, если говорить об этом, вот этот год, что он изменил вообще? Можно ли сказать, что нас ограничили в некоторых правах? Сама жизнь ограничила, это не кто-то извне, а условия диктуют совершенно иной подход. Нет, ну, конечно же, конечно же. Здесь просто так получилось, что у нас еще люди не обращаются в Странсбергский суд по этим вопросам. Но, теоретически говоря… По каким вопросам, вот как вы считаете, да, можно было бы обратиться? Мне же интересно, я такая человек. Теоретически говоря, можно обратиться по статье второй, в которой идет речь о защите права на жизнь. Вот вы посмотрите, в Украине 41 миллион населения. У них 29 тысяч погибших, умерших в результате ковида. В Молдове в 18 раз меньше населения. То есть, если вы 29 тысяч поделите на 18, это вам даст 1600 погибших. То есть, в Молдове должно быть нормально, если бы у нас был бы уровень борьбы с эпидемией хотя бы, как в Украине… Притом, на Украине тоже очень плохая ситуация. Но даже если бы у нас было бы хотя бы, как на Украине, у нас число погибших было бы 1600, а не 4500. Вот возникает вопрос, вот эти вот 2900, каждый из них действительно должен был умереть? Или все-таки были какие-то вещи, которые государство не выполнило? А если это так, тогда возникает вопрос, а кто же ответит за гибель этих людей? Это же чьи-то мамы, чьи-то папы. Ведь так же. И их гибель нанесла большие моральные страдания их близким. То есть, в этом случае, это одна из статей, по которой я вижу теоретически возможность обращения в Старосбургский суд. Вторая статья – это статья третья. Аттитудные деграданты. Это бесчеловеческое отношение. Бесчеловеческое отношение. Потому что люди, которые находятся в больнице, если вы почитаете последние сообщения по Фейсбуку, вы посмотрите, люди плачут буквально. Нет кислорода. И человеку необходим кислород – это вопрос жизни и смерти. Из половины нуждающихся или половины нуждающихся не имеет доступа к кислороду. Это что это? Как не бесчеловеческое отношение? Да, я понимаю, там, возможно, существовали какие-то объективные причины. Но за любой объективной причиной стоит человеческий фактор. Кто-то не обеспечил. Кто-то не обеспечил. И этот кто-то, он должен быть идентифицирован и указан, что вот этот человек виноват в ваших страданиях. И, соответственно, либо национальные судебные власти должны возместить людям этот моральный ущерб. Моральный, но иногда и физически. Это физически причиняет страдания. Но инвалидность, в конце концов, грозит. Да, и возникает инвалидность. Человек задыхается, он в полузадушенном состоянии находится месяцами. Это, конечно же, страдания. Да, я понимаю, причина ковид. Но ведь государство имеет систему здравоохранения. И в итоге, это же обязанность государства. Государство имеет позитивное обязательство защитить своих граждан от этой угрозы, от этой болезни. Я как-то говорил, что самое главное, что сейчас должно сделать правительство, которое будет, это пересмотреть бюджет. Пересмотреть бюджет. Урезать все необоснованные расходы. Вот посмотрите. У нас здесь жалуются, что нет денег на поддержку населения. Нет денег на закупку вакцины и тому подобное. А с другой стороны, у нас закупают люксовские шикарные машины для послов. У нас закупают мебель для АНИИ. Сейчас вот я вчера узнал, что Министерство внутренних дел 20 миллионов закупает эти вот радары для того, чтобы ловить водителей. Они вообще, если честно, взбесились в последние недели. Тут машин полицейских. Да. Их бы в магазины, чтобы смотрели, как маски носят. Эти все расходы, они, возможно, что не нужны. Но не сейчас. Это же первое время чумы, извините. Это первое время чумы. В этих условиях нельзя такие вещи допускать. Все деньги сейчас, которые у нас есть, свободные, они должны быть брошены на иммунизацию населения, на приобретение вакцин, на разработку национальной системы вакцинирования населения. Ведь вы посмотрите, у нас происходит 1100 вакцин делается в день. Если вы возьмете число населения на этой территории Молдовы, то есть без диаспоры и без Приднестровья, где у нас где-то 2 миллиона 700 тысяч, примерно, грубо говоря, населения. Если вы возьмете 2 миллиона 700 тысяч, поделите на 1100 в день, это вам сколько надо будет? Это будет 2700 дней. 2700 дней на вакцинирование населения. Сколько же лет займет это? Согласись, бесчеловечные отношения это еще и ограничение в доступе к вакцинам, в том числе к добровольным, и политический аспект. Поэтому я и назвал статью, статья 3, это вторая статья по важности после статьи 2. Ну вот у нас есть вторая, третья статья. Да, вторая статья. Первая, вторая статья. Мы с вами уже обсудили третью. Что еще? Какие вы еще видите? Третье, это еще что я вижу, это статья 8. Что там? Да, это право на личную жизнь. Да. Право на личную жизнь, потому что нахождение в больнице, оно, соответственно, отрывает человека от семьи, от работы. Да, целый ряд там других. А скажите, просто не предоставление информации на языке межнационального общения тоже является какой-то, можно ли как-то расценить? Потому что это все-таки ограничивает людей в доступе к информации, соответственно, это право на жизнь как раз. Конечно, но это, видите, сейчас вот в условиях этой пандемии, это, наверное, самое менее важное. Да, конечно. Ну, знаете, я вам скажу, что тоже тысячи человек не получили вовремя информацию. А я хочу, потому что это болезненная тема. Потому что я не знаю, я эту тему не знаю. Да вообще ничего у нас не представляется на русском языке. Это вопрос другой. Что касается вопросов языковой политики, я лишь считаю, это основывается на моем опыте работы в органах прокуратуры многолетних и участия в расследовании дел по результатам так называемого Приднестровского конфликта, одна из причин которых в том числе и в этом заключалась. Вот, у меня свое личное мнение на эту тему. Вот, я считаю... Вот маленький пример из моей личной семьи. Из жизни моей... Да, потому что там господин Пулберд же. Пулберд же. Нет, мне тоже интересно. А всем интересно. Из моей... Из истории моей семьи. Вот я приехал в Страсбург, да? В ноябре 2001 года. Ну, со мной приехала моя семья. Два моих близнеца, шестилетних. Или семилетних. Я уже не помню, сколько это было в то время. Но они же приехали, не зная ни одного слова на французском языке. Они должны были пойти в первый класс. Мы их отдали в обычную французскую школу. Где они создали... Поскольку мои дети были не единственными, кто не знал французского языка, они создали для них специальный класс. Так вот, за шесть месяцев мои дети с уровня номер ноль поднялись до уровня достаточного для продолжения изучения. Я с вами поспорю, мы сюда не приезжали. Мы здесь родились. Я сейчас привожу вас к чему. К тому, что знание языка, обеспечение доступа к знаниям языка – это обязанность государства. Это обязанность государства. Да, люди должны учить. Не можешь носить на человека в голову, вбить знания. Но это обязанность государства. Возьмите Германию. У меня есть один коллега, с которым мы работали вместе в прокуратуре. Потом я уехал в Страсбург, а он уволился... Мы эту тему закроем. Почему? Потому что я тут с вами буду просто в кровь не ругаться, а спорить. Я ругаться не ругаюсь. По одной всего причине. Потому что когда человек находится в критической ситуации, врач либо должен быть переводчик и объяснить ему. Потому что это вопрос жизни и смерти. Когда речь идет о медицинской терминологии. Ни вы, ни я, ни на французском, ни на английском не поймем врача, который с нами будет говорить. Правда ведь? А жить очень хочется всем. Я бы тоже, как говорите, не хотел бы. Идемте давайте лучше к коронавирусу. Хотя это тоже проблема очень актуальна. И я считаю, что нас действительно ограничивают в праве на жизнь русскоязычное население. Это мое право. Я имею право его рассказывать. Я думаю, что право на жизнь ограничено не только русскоязычное население. У всех, безусловно. У всех. Но это один из аспектов. Значит, мы пробежались. Господин Полбери, ваше мнение все-таки, в чем изменился действительно подход? Можно ли сказать, что действительно сейчас не только, ну, либо государство не справляется со своей системой, ну, вот с этой системой? Нет, а давайте я вот сразу. Государство вообще все ли сделало для того, чтобы в этом году, за год, был год, выстроить систему, в которой не будет вот таких обращений в Европейский суд по правам человека. Потому что нужно же понимать, что мы живем сейчас в ситуации пандемии, а рано или поздно какой-то вредный дядя или тетя решит туда, кто-то, может быть, действительно отставил по своей праву, а кто-то просто из принципа. Такие тоже случаи. Случались же, правда ведь? Вот просто вот как бы есть такие сутяги, называется, да, сутяжничество. Вы знаете, если привести параллель, я коротко перейду к тому, что вы сказали. Параллель между Европейской конвенцией и нашей Конституцией в правах граждан, в том числе по охрану здоровья, это одно из основополагающих прав гражданина, что государство берет на себя обязательства охранять наше с вами здоровье, и наши телезрители в том числе. Да, то, что случилось, эта пандемия во всем мире, не только у нас в республике Молдова, вроде неожиданно так появилась, и вот начали думать, гадать, как все это выходить с положения. Но вы правильно подсказали, что прошел год, то есть в странах мира у нас должна была быть определенная практика, уже должна была быть выработана определенная стратегия на опыте других стран. Да и на своем, собственно, ошибок-то столько допустили, что за это время... Но я, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что государство наше, или органы здравоохранения, правопорядка и прочее, они, кроме того, что они стали выяснять между собой, кто чем должен заниматься, между собой органы, государство, а наш гражданин, как умирал от пандемии, так и продолжает умирать. Более того, если первый год, когда был, то есть прошлый год, когда было самое страшное... Это паническое было страшное, потому что сейчас-то мы живем в самый страшный период. Если тогда они умирали десятками, то сейчас умирают. И если тогда вроде и кислород был в больнице, то его сейчас нет. Что об этом представители государства, и те лица, которые обязаны заниматься этим вопросом, не должны были предвидеть все это? Или как? Так вот, конечно, государство несет ответственность перед гражданами Республики Молдовы за охрану и здоровье. Более того. Или сейчас спор по этим вакцинам. Будет, не будет, кто... Чья? Тут вопрос вообще, чья. Тут не важно, будет. Им даже не важно, будет ли не будет. А Левара, покупай сколько хочешь. Вот господин Павлович правильно говорит, что найди деньги. Вроде парламент дал правительству какие-то дополнительные полномочия для изыскать возможности покупать эти вакцины. Ну да, и закупки там почитаются. Не важно какие, покупай и лечи людей. Ничего подобного. Они до сих пор еще и изыскивают эти возможности. Я не знаю, чем это кончится. Но это еще не самое... То есть это беда, страшная беда. Но смотрите, в разных странах за этот период, когда они объявляли строжайшие республики, локдауны, то государство компенсировало людям, проживающим на территории этих стран, этот период времени, то есть давало определенное сумможение. Мы сами понимаем, что разница действительно огромная. Да, разница есть. Ну хорошо, но нет у государства возможности, чтобы уплатить за этот период. Хорошо, что вы предлагаете. Да. Я предлагаю не грузить граждан. Смотрите, только что объявили, на 25% или на 30% повысится стоимость электроэнергии. Стоимость вот этих всякого рода на бензоколонках повысили... То есть здесь ввести в данный момент просто, ну, такое регулирование цен. Какое-то манаконие. Из января того года повысили цены на лекарства. Это что? Ну хорошо, нет у государства возможности платить этим людям. Но не повышать цены. Создавать какие-то условия этим людям, чтобы они работали. Многие экономические агенты берут или работают с банками, берут кредиты и прочее, прочее. Приостанавливая на определенный период времени начисление этих процентов или еще что-то. Тем более, какие-то там пеняющие начисляют и так далее. Я почему все это спешки говорю, потому что я чувствую, что у нас мало времени осталось. Да, у нас мало времени. Наше время уже их вышло. И хочется все сказать вместе. Знаете, я не столько спешу высказать все это, сколько я возмущаюсь. Без деятельности нашего государства в отношении гражданина Республики Молдов. Мы о нем, о гражданине вспоминаем, когда есть выборы. И начинаем его кормить там обещаниями и так далее. А когда идет конкретное дело, то не делается, то не делается. То есть все обещания идут, так и остаются, не выполнены или пустыми. Поэтому я в какой-то мере и от лица тех, которые я знаю, граждан, которые в какой-то мере возмущаются по отношению к этому, я и высказываю на вашей передаче. Потому что люди должны знать, что их права на охране здоровья, которые взяло на себя государство, грубо нарушаются. Поэтому и появляются те основания, которые говорит, господин Павловский, что будут обращения в Европейский суд по правам человека, в наших судебных органах будут обращения и так далее, и так далее. Так невозможно. Очень коротко, еще буквально только блиц-запросы. Все говорят о том, что рухнула у нас система здравоохранения, о том, что у нас не справляется правоохранительная система, потому что действительно система наказания. У нас за неправильно припаркованные машины просто дерут со всех сторон, а за то, что маски не носят там, где должны носить. Ну, хотя бы внутри магазинов проверяйте, что происходит вообще. Я, кстати, не видела ни разу, чтобы человека развернули и сказали, что у него температура выше. Ни разу я не знаю, что там за термометр на этих входах. Вопрос вот другой. Не кажется ли вам, что и судебная система рухнула? Потому что сейчас я прихожу на судебное заседание, и они отменены, никто никого не предупреждает. Судебное заседание переносится. И я знаю, что иски, поданные год назад, ни один из них не рассмотрен. То есть мы говорим о том, что действительно система вся рухнула. Ну, система наша рухнула не сегодня, она рухнула много лет назад. Оптимисты собрались. Из романтиков перешли в пессимистов. Но сегодня нет, она не пессимизм. Это констатация реальности, которая у нас существует, к сожалению. Я бы хотел, чтобы это было просто моим таким вот личным возмущением, но, к сожалению, это совершенно не так. И, кроме того, я оптимист по характеру. На рухнула почему? Потому что то, что вы сказали, это внешняя сторона. Да, она важна, конечно, потому что известно, что justice delayed is justice denied. То есть юстиция отложенная, это юстиция, в которой тебе отказано. Это есть такой принцип. Конечно же, они даже рассматриваются в разумные сроки, без необоснованной волокиты. Но здесь опять же возникает нюанс. Молдова – это что, единственное государство, где пандемия? Нет. Нет. Во всем мире существует возможность через зумы делать конференции. Абсолютно. Очень многие, кстати, даже наши госучреждения перешли на это, и есть заседания. Когда хотят. Когда хотят. Суды не хотят, это понятно. Суды не хотят. Не хотят, да. Потому что это делало бы публичными их заседания. Вы посмотрите, почему у нас, в наши времена, когда мы с господином Пулбери работали в прокуратуре, Суды проводились публично. В зал заседаний собирались люди. Я иногда участвовал по делам. Если же разводы, даже были такие объявления писались, и некоторые приходили послушать. Не только по делам, а в убийствах проводили выездные сессии. Судебные заседания. Да, выезжали в районы, в сельскую местность, собирали людей в клубы, чтобы люди смотрели. Это большая профилактическая работа проводилась. Сейчас об этом вообще не слышно. Вот проклятый советский союз и тому подобное. Но вы одного брали, а заместить-то чем? Ведь надо же проводить профилактическую работу. Вот воспитательную, правовую воспитательную работу. Ведь каждый процесс, это не воспитательная работа для тех, кто присутствует в зале. Это огромное количество разных аспектов правоохранительной деятельности. Но у нас того не делается. У нас сейчас суды, как мышки, забиваются в своем личном кабинете, собирают там участников процесса, закрывают двери. Не дай бог, чтобы кто-то там закрыл, открыл бы дверь и заглянул в зал заседания. Вы якобы в зал заседания. Это, поэтому я говорю, что наша судебная система нарухнула намного раньше, чем сейчас. Но и то, что сейчас происходит, конечно же, существуют, как мы уже говорили, технические возможности для того, чтобы это все уладить. Оптимизировать, да. Уладить, да. Скажем, обращение в суд, электронные обращения, электронные исковые заявления. У нас сколько говорилось, сейчас даже в гражданской профессиональной подосе указано, что исковые заявления подаются только в электронной форме за подписью адвоката. Так что, адвокат не имеет возможности, суды не содержат страницу, которая позволяла бы тебе в электронной форме. Мы сейчас, кстати, посылаем документы в суд, мы их посылаем, как обычное приложение к имейлу. Но это неправильно. Должна быть какой-то... Ну, базы данных должен быть, которые загружаешь. Должна быть специальная возможность для секкуризированного... Безопасного. Для безопасного представления судебных документов. Этого сделано не было. Сейчас люди вынуждены заставлять своих клиентов, чтобы они подписывали заявление, чтобы обойти эту норму, которая их обязывает обращаться в электронной форме. Потому что такой возможности просто не существует. Государство ее продекларировало, навязало такую обязанность, но не создало условий. Там есть пару пилотных возможностей, но в целом система не работает. В целом в поле с публики нет. Да, если в Кагуле сделать пилотный проект отдельно... Ну да, но есть. Знаете, продолжая мысль о том, что вы задали вопрос... Потому что мы должны уже очень компактно, ибо время не ошибошло. Во-первых, я скажу так, что вот есть пословица, что они в этой судебной реформе поставили под воду впереди кобылы. Вроде законодательство все это оформлено. Есть прописано где, что и как. Но создать условия, вот как говорит господин Павловский, для того, чтобы реализовать это прописанное вправе. Тем более этот год дал возможность действительно форсировать все это. И вот в это вложить. Привлечь молодых, глумных ребят, людей с опытом. И есть еще один нюанс. И вот в это надо было вкладывать деньги, как раз одна из вещей. Я говорю, любой возможности, где у меня есть возможность достучаться, договориться до наших телезрителей, до представителей власти. Трагедия для молдавского законодательства, и уголовного, и гражданского, и административно трогать не будем. Когда убрали из гражданского процессуального кодекса, как из уголовного процессуального кодекса, такие понятия, как сроки. Ну, господин Павловский вспомнил период тогдашний. Каждая категория дел имел сроки рассмотрения. Месяц, полтора, пятнадцать дней, два месяца. Но не более полгода. Не более полгода. Смотря сложности и прочее. Все это убрали. И внесли понятие разумные сроки. Так вот, с этим понятием разумные сроки, да простят мне судей, общей юрисдикцией, прикрывается этим понятием и годами, годами рассматривает одно и то же дело. То в данном случае исказили смысл права понятием разумные сроки. Да, они должны сосуществовать в праве такие понятия, но не должны злоупотреблять этим понятием. Кому-то белый хлеб нравится, кому-то черный. Хорошо, если у человека X, неважно, имеет возможность оплатить адвоката, услуги адвоката. Кстати, это не прописано. Есть специальные, где что, какие услуги, сколько примерно стоит. А если люди, которые не имеют такие возможности финансовые, так ему что делать? А у нас в республике Молдова такие большинства, гажин, что с ними делать? Ну и плюс к всему всему этому и пандемия. И вот прикрываясь пандемией, прикрываясь понятием разумных сроков, и получается то, что годами, годами люди ходят по кругу и не знают, что. А сейчас, и у меня тоже есть очень много знакомых, которые звонят и возмущаются. Вы, помоги, подскажи, что делать. Назначено суд на такое-то число. Сейчас чрезвычайно комиссия внесли какие-то опять рестрикции. Говорит, суд ей не сообщил. Хотя по телефону сказать, что... Ничего не делают вообще. Для этого что? Нужно чрезвычайно положение внести, чтобы суд мог поступить таким образом. Дезорганизованность в работе судебной системы в целом. И вот этим всем должен заниматься Высший совет магистратуры. Ведь задача этого органа состоит не только наказанием и поощрением, и переводом судей с одного места работы на другое, или наказанием за какие-то дисциплинарные выскания, или еще что. Организация работы судебной системы Республики Молдово. Но, к сожалению, этим они не занимаются. Знаете почему? Потому что бездарие. Вот я вам так скажу. Вот и все. Как менеджеры они нули. Это мое мнение, как человек, который с этим постоянно сталкивается. Вы имеете право так бы сказать. Я имею право, потому что я человек пострадавший. Уже не раз. Слава богу, три раза. Я думаю, это не далеко от истины. Я могу аргументов очень много привести. Наше время, к сожалению, истекло. Я поняла, что у нас главный вывод. Вот год, который был дан нашей стране и всей нашей системе, всем ее разнообразным структурам, направлениям. К сожалению, большому не был учтен этот опыт. Ничего не было приведено, оптимизировано, переведено в онлайн. То, что можно было бы. Вот сейчас, например, у меня абсолютно дурацкая ситуация. Нужна справка медицинская для того, чтобы продлить права. Но, господи, люди, вы за год в правительстве не додумались, что это нужно чертям отменить. И люди, 30, 40, 50 человек, не должно стоять в очереди сейчас. Глупость абсолютнейшая. И, к огромному сожалению, мы придем к тому, что в Европейский суд по правам человека рано или поздно завалят и нашу судебную систему, которая и так у нас кряхтит. И Европейский суд по правам человека, наша страна будет платить сумасшедшие деньги. Очень хотелось бы, чтобы правительство взялось за ум. И, по возможности, правительство не временно исполняющее обязанности, а все-таки постоянное, о чем мы тоже сегодня говорили. Спасибо вам большое за эту беседу. Но я думаю, что мы с вами можем встречаться и встречаться, брать какие-то узкие аспекты, обсуждать, обсуждать, обсуждать. Но, согласитесь, что интересно, когда мы обсуждаем, профессионально смотрим на эти вопросы, которые вокруг нас. И не только приятно, что мы обсуждаем, а для меня важно, как и для моего коллеги тоже, и с вашей помощью, что все это доходит до наших телезрителей. Да и тут, чтобы еще вот этих товарищей, которые... Ну, если наши телезрители понимают, так они, видимо, будут действовать и беспокоить наших правителей, чтобы они занимались не только внутренними их разборками, но и думали о людях, в первую очередь, может быть, и вспомнили о своих обещаниях, которые они дают, когда идут на выборы. Спасибо большое за эту беседу, а мы продолжаем нашу программу. А теперь о занимательном зарубежом. Только не удивляйтесь, британский принц Гарри получил должность в руководстве американской компании, которая обучает навыкам карьерного роста. Ему порочено заниматься стратегией продуктов, благотворительностью и лекциями о душевном здоровье в американском стартапе. В общем, начали с Меган Маркл новую жизнь. Напомню, больше года назад принц Гарри и его супруга объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечивать себе финансовую независимость самостоятельно. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, после чего пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул их высочеств. Вот и женись после этого на актрисе, чтобы начать работать наемным работником в стартапе. Так себе карьерный рост Гарри. О других событиях зарубежья наш обзор. Госдума приняла закон, дающий Владимиру Путину право вновь баллотироваться на пост президента. Это предполагает законопроектовое исполнение поправок Конституции. Согласно одному из новых положений Конституции Российской Федерации ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента страны, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Документ устанавливает, что президентом страны может быть избран гражданин Российской Федерации немало уже 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства. Тем временем президент России Владимир Путин привился первым компонентом вакцины от коронавируса. Второй укол ему сделает через несколько недель, сообщил журналистом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. С января в британском сегменте Даркнета анонимно защищенной от слежки части интернета появилось более тысячи объявлений о продаже вакцины против COVID-19, поддельных отрицательных тестов на вирус и справок о вакцинации. Дозы AstraZeneca российского спутника V, а также препаратов китайской госкомпании Sinopharm и американской Johnson & Johnson стоят от 500 до 750 долларов. Реклама встречается как на английском, так и на русском языках. Объявления размещают пользователи из США, Британии, Испании, Франции и России, но это недостоверно, так как такие данные предпочитают скрывать. Куба рассчитывает, что до конца 2021 года все население острова сделает прививку от коронавируса. В настоящее время остров «Свобода» открыт для туризма. Общенациональная вакцинация обезопасит граждан этой страны. На Кубе проживают 11 миллионов человек. Первыми, кто получит прививки, будет медицинский персонал, работники туристической отрасли и гостиничного сектора. Кубинский холдинг «Биокубафарм» разработал 4 вакцины, 2 из которых проходят третий завершающий этап клинических испытаний. В Суэцком канале у берегов Египта образовалась огромная пробка из грузовых судов. Это произошло после того, как гигантский контейнеровоз «Эвер Гивен» сел на мель в самой узкой части пролива. По словам капитана Судна, его буквально сдуло с курса сильным порывом ветра. Размеры контейнеровоза 59 на 400 метров. Это длина четырех футбольных полей. После того, как судно село на мель, его развернуло течением поперек прохода. Египетские власти временно открыли маршрут по старому руслу, чтобы разгрузить акваторию. Давно не говорили с иностранными экспертами. Благо, есть коллеги, которые могут предоставить такую возможность. Международный клуб «Формат А3» устроил встречу с российским политологом Сергеем Михеевым. Подборка самых ярких заявлений прямо сейчас. Смотрим. В целом, последствия ковида как повод используют... Одно из последствий, по поводу контроля я говорил, да, второе, так сказать, как повод будет использовано, ну, вернее, скажем, как следствие, будет использовано для атомизации общества. Причем везде, всех, в глобальном масштабе, так сказать, в национальном масштабе. То есть применение, иногда откровенное навязывание, да, средств дистанционного общения, как вот здесь, да, оно на самом деле будет приведить к тому, что людей, оно будет разводить, так сказать, по своим квартиркам, да, и по большому счету это тоже смыкается со средствами контроля. Потому что в конечном итоге можно сделать так, что огромное количество людей, сотни миллионов, возможно, даже миллиарды, перейдут на добровольный домашний арест. Это уже и происходит, да. То есть, грубо говоря, вы сами согласитесь с тем, что вас помещают под домашний арест, только это не санкция, а ваш добровольный выбор, да, во-первых. А во-вторых, как бы, да, вам навязывают совершенно другой образ жизни. Этот образ жизни связан с тем, что вы уходите в себя. Вы меньше общаетесь, вы меньше, так сказать, находитесь в социальных пространствах, вы больше замкнуты как бы на своем вот этом маленьком мерке. Будет ли это иметь негативные последствия в целом для общества в глобальном и местном любом масштабе? Я думаю, что да, к сожалению, да. То есть человек в этом случае, а, он потихоньку будет терять социализацию, б, он потихоньку будет терять самоидентификацию, связанную с внешним пространством, и он, как бы, да, все больше и больше будет замыкаться на самом себе. Каким трендом это отвечает? Ну, скорее, это отвечает глобализаторским трендом. То есть тому, чтобы, так сказать, грубо говоря, выходить из ситуации, там, национальных суверенитетов, если говорить о политике, да, и все больше и больше превращать человечество в большое-большое скопище отдельных индивидов, каждый из которых, ну, живет своей очень маленькой, так сказать, жизнью, и при этом способ контроля за ним, наблюдения и управления, они совершенствуются, а он сам к этому добровольно подключается. В общем, мне кажется, то, что это ведет в целом к реализации разного рода антиутопии, это совершенно очевидно. Если вы это в курсе, то в России вообще особо так никто, ну, какой массовой спешки с прививкой нету. То есть вакцины навалом, как бы, да, но люди, как бы, не сильно торопятся. Я вам скажу, почему. Потому что, ну, видимо, это какое-то свойство русского характера. Иногда он нас подводит вот от того, а иногда он нам помогает. Вот я думаю, что в каких-то критических ситуациях он помогал нам выдерживать то, что другие не выдерживают. Но в России, да, есть ситуация, при которой, признаете, прям каких-то очередей у нас за прививку не выстраивается. У нас вообще с этим нет никаких абсолютно проблем. Тут не к ВИК, которые мы уже делаем в промышленных масштабах. Вот она получилась достаточно удачной, и, видимо, это не могут и признать даже западные специалисты. Поэтому, если бы она была неудачной, я вас уверяю, было бы столько побочных посредствий, то есть не надо было бы выдумывать на политических компаниях насчет того, что это мягкая сила. Просто было бы очевидно, что с них это проблема. Вот если с Астрозанойка есть проблема, то они говорят, она есть. Вот, собственно, и все. А это действительно, видимо, достаточно удачно получилось, в том числе потому, что здесь занимались, конечно же, те, кто раньше занимался военной медициной и военной биологией. Все, нечего здесь скрывать. То есть, на самом деле, если хотим, то можем. И эти разработки, они до сих пор неплохо действуют. Она есть, она работает, и она оказалась даже удачной, чем многие другие иностранные аналоги. Но в том числе поэтому идет борьба за конкурентный рынок. Вы понимаете, что, во-первых, для Запада важно все-таки сохранять вот эту презумпцию спасителей мира. Но Россия как бы плохая страна, она не может спасти мир. Это ей вот не положено спасать мир. Спасать мир могут только демократические страны. Но вот у них пока, во-первых, нету достаточного количества вакцины, они сами как бы ее жмут для себя. Во-вторых, некоторые вакцины вызывают сомнения. Второе, это просто борьба за рынок. Еще раз говорю, здесь же вот какая штука. Здесь, видимо, дальше все это коронавирус, и теперь будет развиваться. А значит, речь идет о миллиардах, миллиардах долларов, евро, что хотите. Это огромный рынок, который, видимо, будет, борьба за который будет происходить в ближайшие годы. Поэтому не пустить сюда Россию с ее вакциной, но это очень важно с точки зрения коммерческой конкуренции. Это все, что успели рассказать сегодня. Встретимся через неделю здесь, на НТВ Молдова.